Понимаете, все события, которые сейчас происходят, мы чувствуем. Те события, которые должны произойти, чувствуют только те люди, которые научились успокаивать своё сердце. Потому что в спокойном сердце возможно диагностировать свою судьбу. Первый этап диагностики — это сейчас. Я взял и просто принял всё, что у меня есть в жизни. Таким образом, я навёл порядок сейчас в моей судьбе. В моём озере ума чистота, волн нет, штиль. То есть порядок. Я всё принял, всё мне хорошо, всё, я со всем согласен, всё нормально. С этого момента я могу дальше, когда у меня всё спокойно, я могу дальше помолиться и спросить в своём сердце, а в будущем какова будет моя судьба? Я могу почувствовать, что вот какое-то время вроде хорошее, потом будет трудность какая-то, потом будет ещё тяжелее, потом будет легче. А вот в это время может быть вообще непреодолимая трудность. Может быть, я погибну в это время. Это возможно почувствовать, если человек разобрался с настоящим, понимаете? Потому что вход в будущее идёт через настоящее. А как вы думаете, что лучше понять, что легче понять, своё будущее или своё прошлое? Не знаете? Легче понять своё будущее. Потому что для того, чтобы смотреть в прошлое, это же надо всё принимать, каждый шаг, понимаете? Поэтому у нас память ограничена. Мы забываем всё в прошлом, потому что это же всё переваривать надо. Что человек вспомнил, то должен побеждать. А если уж говорить о памяти, то мы к ней совершенно отвратительно относимся. Потому что человек не должен слишком много помнить в этой жизни того, чего с ним не связано. Ну, допустим, мы смотрим всякие новости и всякий негатив ловим в свою голову. И в это время мы связываемся с этими событиями и оценим их. Когда мы их оценим, мы отдаём свою силу внутреннюю для того, чтобы это побеждать. Может быть, это и хорошо, но чаще всего люди ломаются от этого всего. Они послушали эти все новости, это у них в голову вошло всё. Они ниточки свои наладили со всеми событиями негативными, которые в мире происходят, и сломались. И какой смысл в этом во всём? Зачем так слишком много плохих новостей, понимаете? Если главная плохая новость, что ты со своей жизнью не разобрался. Вот этим и занимайся. Сделай так, что прими всё, что у тебя в жизни есть. Не надо слишком много слушать новостей. Прими всё, что у тебя есть. Это будет утяжеть чистое сердце. И ты тогда можешь чисто смотреть в будущее, на любое событие. Вот для того, чтобы не агноцировать свою судьбу, какие-то поступки, допустим, мне вот надо устроиться на работу. Вот сюда или сюда, чтобы понять, сердце должно быть спокойным. Потому что если в сердце тревога, тогда ты ничего не поймёшь. Ты тогда, значит, это называется мнительность. Ты эту тревогу переносишь на будущее и не можешь его диагностировать. Ты боишься. Страх означает неправильное отношение к себе. Когда у тебя сердце спокойно, ты принял свою судьбу, ты можешь оценить будущее. Только после этого можно диагностировать свою жизнь, чувствовать её. Это возможно, это реально. Тяжелее прошлое принять, потому что в прошлом уже события совершённые, и они приносят боли. Вот, допустим, когда женщина уходит от мужа, она говорит, мы расстались. А когда он от неё уходит, она говорит, он меня бросил. Видите, оценка разная. И если она помолилась, она говорит, я его бросила. С этого момента она побеждает судьбу, потому что она призналась в поступке своём. Знаете, это больно. То есть победа над судьбой начинает через боль. Сначала боль, потом счастье. Такой путь. Во всём и всегда. Допустим, люди встретились, допустим, парень с девушкой, начали общаться. Если они хотят сначала счастья, то есть наслаждаются друг другом, там, балдеют вместе, то будет другой результат. Сначала счастье, потом боль. А если они проясняют отношения, пытаются понять друг другу, просто дружат, ходят вместе, не сильно развлекаются друг другом, а просто пытаются понять друг друга. Сначала боль, потому что у каждого уже есть трудности, а потом... Счастье потом, мои хорошие. Принятие. Нужно сначала принять человека, потом с ним жить. Мы сначала балдеем от человека, а потом с ним мучаемся, а не живём. Ну зачем я с ним связалась? Так надо было не связаться с ним, а принимать его. Ну то есть все люди, которые пытаются заглянуть в будущее, они получают только отрицательный результат. Допустим, человек решил прийти к астрологу, проконсультироваться. И он приходит, астролог как бы, ну как ему деньги зарабатывать? Ему надо какие-то впечатления оставить о себе, да? И он смотрит на судьбу вашу, говорит, слушай, говорит, ну ты осеннее пальто можешь не покупать. И человек выходит, глаза квадратные, говорит, всё, я осенью помру, или зимой, как бы мне астролог намекнул. Это правильно отношение к судьбе или нет? У астролога и у этого человека правильно или нет? Мои хорошие, послушайте меня. Судьба — это всего лишь объём работы. Конечно, иногда бывает, что человек должен уйти из жизни обязательно, но при этом есть несколько условий. Первое — Бог ему показывает, что будет дальше, и он спокоен в результате. Второе условие, как бы, человек узнаёт об этом от высших сил, и его подготавливают высшие силы и так далее. Понимаете, никогда даже перед уходом из жизни существует такой феномен, что человек два-три дня чувствует себя очень хорошо. Вот он должен сейчас уходить из жизни, и раз, вдруг ему легче стало. Это значит, что скоро уйдёт из жизни. Понимаете, Бог его готовит к уходу, человек. Но чаще всего всё не так. Вот астрологи консультируют людей, говорят, у вас два брака, а он только женился, понимаете, первый раз. Это неправильное мышление, это не два брака, это просто есть трудность, которая может разрушить брак, её надо преодолеть с помощью молитвы духовной жизни. Понимаете, в гороскопе нарисовано два брака, но гороскоп — это не судьба. Это просто там показаны трудности судьбы, потому что судьба человека соткана из поступков и служения Богу. И когда человек вкладывается в служение Богу, то поступки теряют силу, и у него остаётся один брак всего. Ну, там они пожили, там трудно им было. Вот кто из вас живёт с мужем в одной квартире, но не расстаётся, но разведись, поднимите руку. Вот у вас та же самая ситуация. Вам надо помолиться просто, и вы опять склеитесь. Вы скажете, я не хочу. Не принимайте судьбу. Помолитесь и примите. Видите, вы скажете, он какой-то такой человек, постоянно скулит, что-то постоянно такой несчастный. Я не могу так жить с таким депрессником. Так? Нет, это я такая. А это вы такая? Я перепутал вас, да? Ага. Это значит, он такой упёртый постоянно, такой недовольный ходит, такой как бы деловой, всё время прав. Да? Он, да? Ага, увидел. Ну вот, вы такой были в прошлой жизни. А что делать? А ничего не делать, не надо ни уходить, ни принимать. Вот, ничего не надо делать. Потому что, если вы сейчас его приняете, то вы просто с ума сойдёте. Вот это невозможно, понимаете, для вас его принять сейчас. Просто начните строить отношения с Богом. И постепенно, потихоньку, помаленьку вы начнёте побеждать свою судьбу. Между вами сейчас очень жёсткое напряжение. Вот эта нить напряжена до предела просто. Невыносимо. Вам домой не хочется идти сейчас. Я так вижу. Вот, вы начнёте молиться, молитесь, 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 и постепенно, помаленьку, потихоньку, вы как бы всё спокойнее, спокойнее, спокойнее. Я сейчас за вас этот путь проделываю сейчас, и смотрю, что дальше будет. И потом вы вспомните, когда вы были молоды, как он вам нравился, что он такой сильный, решительный, смелый человек. Вы думаете, вот за таким человеком, как за каменной стеной. Вы вспоминаете, нет? Вспомнили. Но вам тогда будет вот это воспоминание как основа понимания этой Личности. Потому что душа, все люди очень хорошие по природе. Просто вы сейчас сосредоточились на самом плохом в этом человеке. То есть память, злой властелин, она вас приковывает ко всем недостаткам этого человека, а его память прикована ко всем вашим недостаткам. И вы варитесь вот в этой каше, понимаете, страданий. Потому что вы не понимаете, что есть способ сделать так, чтобы память не приковывалась к этим вещам. Для этого нужно просто начать думать о святости, о чистоте. Понимаете? О святости человека думать очень сложно. Для этого надо быть святым. А вот о святости Бога думать очень легко. Потому что Бог во всем святой. То есть у него нет недостатков. Понимаете? Но есть люди, которые способны в своем сердце, в молитве почувствовать святость человека, чистоту человеческую способность. Это можно увидеть в близком человеке, когда ты встретил его. Память. Одного священника спросили, как не потерять жену в жизни? Как оставаться вместе? Ему, священник ответил этому ученику. Он сказал ему, ты вспомни, как вы встретились. И всегда думай о своей жене только так. А это и есть настоящее в нем, а все остальное это наносное. То есть сначала, когда люди встречаются, Бог открывает в людях самое лучшее. Показывает нам. Он продает товар, понимаете? Иначе бы дети не рождались. Он говорит, ну смотри, этот человек супер просто. Он вообще такой классный. Вот этот человек, он такой решительный, твердый такой, сказал, сделал. Именно такой человек мне и нужен. Я вам сейчас описываю ваши ощущения, которые были тогда. Вот этот человек такой пунктуальный, все точно делает, как надо. А я такая рассеянность. Вот с таким человеком мне как бы классно. И вы думаете, я как за каменной стеной, за таким человеком. Я вам рассказываю ваши воспоминания об этом человеке. Разве не так? Почти. И он сказал, священник этот, что если вот так ты будешь думать о близком человеке, всю жизнь вы сможете прожить счастливо. Но каждое событие жизни будет вас уводить от этой памяти. Оно все время будет осквернять вас и давать вам другое представление об этом человеке. Поэтому для того, чтобы чистоту сохранить о всех людях на земле, человек должен с чистотой соприкасаться. Понимаете? И тогда в его сердце появится способность чисто воспринимать других людей. Вы видите так своих близких людей, других людей? Видите чистоту в них, красоту? Видите? Учитесь этому. Вот для этого предназначена жизнь человеческая. Чистота. Можно увидеть чисто в человеке чистоту, если ты видишь чистых людей. Чистые люди — это те, которые посвятили свою жизнь Богу. Когда человек живет только для Бога, он как слеза чист. И память об этом человеке всегда дает возможность видеть чистоту в других людях со временем. Сначала в одном человеке, потом в остальных людях. Со временем. Потому что основа человеческая одинаковая — это душа. А душа, она красивая, чистая, добрая, нежная. В Бхагавадгите говорится о качествах души. Говорится, что это смирение, простота, чистота, доброта, решимость, вера, и так далее. Написано 26 качеств. Это как грани души. И каждый человек вот такой. Какие-то грани лучше проявлены, какие-то хуже человека. Когда хотя бы одно качество чистоты, ну, допустим, или доброта, или честность, становится сильнее эгоизма человека, сильнее эгоизма становится, то душа приобретает человеческую форму. Потому что человеческая форма предназначена только для тех, у кого есть хотя бы что-то божественное в сознании. Вот животное у них не просвечивает ни одно качество полностью, понимаете? У человека хотя бы одно. Один человек или правдивый, другой — разрешительный, третий — добрый, понимаете? Четвёртый — смиренный. Ну, то есть у каждого человека что-то просвечивает человеческое. Или вы говорите, в тебе ничего человеческого не осталось. Да? Человеку говорите. Это значит, что он уже... Спасибо вам. Спасибо. 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 «Тебе ничего человеческого не осталось». Это значит, что человек неправильно живёт. Такое может быть. То есть человек живёт такой жизнью, что в нём не оставилось вот этих качеств никаких. Или просто мы не видим. Но чаще всего такое может быть. Поэтому есть три способа жить. Есть жизнь в невежестве, когда человек выпивает постоянно, развратом занимается, каким-то теневым бизнесом, который разрушает его жизнь. Ну, как бы понятно, что бизнес полностью чисто сложно сейчас сделать. Но как бы я говорю о бандитизме там и так далее. Вот. В этом случае человек теряет себя. У него всё больше вредных привычек, он в жизни всё тяжелее, он становится, характер портится, он никого не набидит, то есть он агрессивным становится и так далее. Называется деградация. Не то, что у человека плохая судьба. Нет. Это его выбор. Потому что есть три дороги жизни. Как есть сказка такая. Первой дорогой пойдёшь, себя потеряешь. Это невежественная жизнь. Второй дорогой пойдёшь, коня потеряешь, сколько, жену. То есть близкого человека потеряешь. Второй дорогой – это жизнь в страсти. И третьей дорогой пойдёшь, себя обретёшь. Это жизнь в благости. Или жизнь в познании. Жизнь в изучении, что такое жизнь. Понимаете, люди, которые живут вот для квартиры, для машины, они всё время думают, надо быстрее, быстрее, больше там заработать всё, упахиваются, не молятся, не изучают, как правильно жить, на природу не ходят. Результат этой жизни такой. То есть люди постепенно теряют силы. От потери сил у них теряется возможность строить близкие отношения, любить. В результате они становятся чужими друг другу. И последний результат – это развод. Почему? Потому что нет сил жить с человеком. Потому что, чтобы жить с человеком, надо в него вкладывать. Понимаете? А сил нет, потому что много работ. Много работ не потому, что типа я с голоду помираю, а потому что я так настроен. Я считаю, что без квартиры нормальной, без зарплаты жить невозможно. Я так считаю. Это для меня главная ценность жизни. Я сейчас не противопоставляю ничего. Понимаете? Я говорю о целях. Если человек целью ставит, он такая же работа, всё то же самое, но он ставит целью своей жизни самосовершенствование, он начинает бегать на природе, начинает уже, видите, жизнь пошла. То есть он, по крайней мере, счастье от природы испытывает. Он начинает добрыми людьми общаться, уже жизнь пошла. По крайней мере, у него хватает силы на отношения в семье. И он начинает молитву, жизнь пошла. То есть у него не просто силы хватает, а удача в его жизнь приходит. Его с работы не уволят, хоть и хотели уволить. Болезнь не разовьётся, хоть и началась. И так далее. То есть человек удачливым становится, потому что у него уже есть сила реально преодолевать трудности, реально побеждать судьбу. Я вам говорил, у нас ребёнок родился почти бездыханный. Врачи сказали, у нас нет статистики, все погибают в таком состоянии. Мы взяли, помолились, и он выжил. И они не поняли, что произошло. И у нас таких событий куча в жизни. Я убеждён, что в большинстве ситуаций можно побеждать молитвой без проблем, особенно если много человек вместе молится. И сильно. Ваши вопросы? по этой теме. Вот в очках девушка. Микрофон ей дайте, пожалуйста. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Поздравляю вас за лекцию. Вот у меня как раз появилась ситуация, что я просила мужа. Вы просто устали просто на невозможности. То есть у вас было такое состояние, что у вас два варианта. Или покончить жизнь самоубийством от усталости и напряжения. Или бросить. И вы просто ушли от него, потому что у вас не было сил. Разве не так? Так. Вы же никуда не ушли, никому, а просто потому, что не смогли. Да, так и есть. В чём ваш вопрос? Вопрос такой. Остаться для меня уладим, лежите ли уехать с родителем в Россию, Рейнбург. А он как сейчас чем занимается? Он здесь, он вроде бы начал работать. Он вас ждёт? Ну, он оказывается, разводится. То есть он согласен. Ну, всё нормально, всё хорошо. То есть вы никого не бросили, вы просто так не смогли жить. Вам надо сейчас... Ну, мои хорошие, ну давайте сделаем нормальную как бы акустику. Ну, что же это такое? Вы людей-то мучаете. Что надо сделать, чтобы не было этого всё? Не выключать. Давайте не выключать микрофон. Не выключайте микрофон, пожалуйста. А потом выключили. Ну, надо как-то отработать что-то с аппаратурой, потому что что-то как-то тяжело. Видите, сейчас действует судьба на меня тяжёлая в виде аппаратуры. Не смейте, я вам рассказываю. Я её сейчас не принимаю пока. Я должен принять, подумать, да нормально, аппаратура, всё хорошо. Бывает лут, бывает ещё хуже. Я помню, вообще звук отключили на пол лекции. И свет выключился. У меня всякие случаи были. Видите, я должен так себя вести. Я читаю лекцию о судьбе. Действует судьба, и я не могу с ней справиться. Понимаете, да? Судьба какая штука. Серьёзная. Итак, я просто сейчас вам пример привёл, как диагностировать судьбу. Два варианта, или как бы что за организация такая. То есть, это означает, я не принимаю судьбу, то есть, я читаю лекцию судьбы, не принимаю судьбу. Второй вариант, я как бы принимаю, говорю, да нормально, всё как бы всё отлично, живём дальше. Тяжело, конечно, и всё переварил. Послушайте меня, вам не надо сейчас никуда ехать, это бессмысленно. Потому что, чтобы куда-то ехать, человек должен прийти в себя. Вы находитесь в таком состоянии, в котором принять решение правильно невозможно. Вам не нужно никуда ехать. Вам нужно много молиться в каждый день, думать о святости. и в какой-то момент вы почувствуете, что вам стало в сердце спокойно, всё хорошо. С этого момента, когда вам стало всё хорошо, вы должны понять, что у человека есть только одна дорога в жизни. Одна дорога. Если говорить о личной жизни. Сейчас не надо об этом думать даже. Но просто вы должны об этом знать. этой дорогой можно пойти в любое время. Но она только одна. Вернее, есть две. Одна дорога в пустыню, то есть в одиночество, а вторая дорога назад, в семью. Вот сейчас я вам говорю очень тяжёлую правду, послушайте все. Вот допустим, вы решили уйти в пустыню или вас бросили, да? Вот допустим, вас бросили. Вы можете найти себе близкого человека? Нет. Вам надо сначала простить этого человека, который бросил, а потом, это значит пойти назад в отношении, простить этого человека, а потом Бог вам даст следующего. Второй вариант. Если вы бросили, вам надо сначала мысленно вернуться к этому человеку, то есть раскаяться, ну то есть победить вот это своё желание уйти от него, то есть посчитать, что это неправильно, вернуться к нему сначала. И может быть уже поздно физически вернуться. То есть у вас об этом человеке останется светлая память. Вы возвращаетесь просто в своём сознании, у вас светлая память, вы всё вернулись, и тогда Бог даёт следующего. Но если ты ушёл от человека, ты уходишь только в пустыню. Там могут встречаться случайные люди, с ними временно можно жить, но там нет семьи. Потому что семью создаёт Бог. Вот представьте, допустим, как бы мне кушать дают, папа, да? Я такой как бы он говорит, ну не хочешь, не ешь и пошёл. Я думаю, я это сделал, думаю, в желании покушать что-то получше. Но папа говорит, да ты вообще не будешь кушать, потому что ты так себя ведёшь ужасно. И для того, чтобы не покушать, ну не важно получше или не получше, это же оказывается от папы зависит. я говорю, папа, извини, дай мне опять покушать. Он говорит, ну ладно, ешь. И опять назад даёт, ну примерно то же самое, ну чуть-чуть, может по-другому. Если это был, допустим, высокий, некрасивый, то он даёт красивого, но невысокого. Ну то есть есть разные варианты одного и того же. Ну допустим, добрый, но ленивый, или злой, но трудолюбивый. Понимаете, вы думаете, да мне, блин, ну сколько можно жить с человеком, который не хочет работать? Хорошо, на тебе человек, как он хочет работать, но злой. Потому что добрый был до этого. Понимаете, не бывает так, чтобы Бог дал всё сразу хорошо, понимаете, потому что мы недостойны. Есть варианты, разные варианты, но как бы вот так. Итак, продолжаем. Вот смотрите, вы молитесь, 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 побеждает судьбу, у вас спокойствие в сердце. Дальше нужно молиться для того, чтобы принять этого человека, простить. Неважно, будете вы с ним жить или нет, нужно пройти этот путь до его сердца и сказать себе, как бы я зря ушла, ну вернее, я и не ушла вообще, просто мне было невыносимо жить, но теперь я хочу очистить эти отношения. И как бы вы очищаете отношения, всё, как бы вы к нему хорошо относитесь, всё по-доброму. И дальше вы приходите к нему и говорите, мой дорогой друг, вот смотри, я не хочу от тебя выходить, ты должен стать вот таким-то, таким-то, таким-то. И я должна быть уверена на 100%, что ты пошёл этим путём. Ну не обязательно, что прямо стал таким, иди этим путём, и тогда я готова находиться рядом. Но если ты не хочешь идти этим путём, значит, тогда я тебе буду ставить сроки, пока ты, ну сколько я тебя жду. Вот, допустим, я тебе ставлю год. Допустим, через год, если ты не хочешь жить по-другому, тогда я, это не я тебя бросила. Понимаешь? Просто ты не хочешь жить нормально, а ненормально жить невозможно. И в этом случае вы никуда не ушли, ни от кого. Понимаете, отвечать за всё будет этот человек, который не умеет жить правильно и не хочет. Вот в этом самом проблеме не хочет. поняли? Если же вы едете там или в Европу, или там в Россию, куда угодно от этого человека, то есть вы уходите в пустыню, потому что там назад, там другого мужика не будет, потому что Бог вас держит вместе. Бог вам дал человека и держит вместе. Вот эти нити вместе людей держит Бог. Иногда человек уходит от кого-то, он чувствует, что-то я не могу уйти, что ты меня держишь вообще? Он говорит, да я тебя не держу, уходи. А она чувствует, что держит. Это не он держит, это Бог держит. Если мы разрываем эти отношения, говорит, да не будет, не надо мне, тогда Бог говорит, ну не надо, так не надо. И Он больше никого не даст. Пока ты не раскаешься, то есть раскаешься, означает вернёшься назад. Не обязательно физически вернуться, надо возвращаться в своём сознании. Можно ли жить в одной квартире? О, нет, никакой жизни в одной квартире. Вы, понимаете, человек не должен себя калечить. То есть вы сейчас отдыхаете. То есть если вы сейчас с ним даже, вот я вам сейчас могу сказать, сколько вы можете рядом быть с этим человеком. 13-14 минут. После этого вас начинает трясти просто. Что это за экзекуция? Понимаете, вот смотрите, Он олицетворяет вашу судьбу, то есть вы от неё ушли. Значит ли вы побеждены судьбой? Нет. Вот побеждён судьбой человек означает, что он умер. Понимаете, разрыв сердца. Вы не знаете просто, как правильно. Вот чувствуете невыносимость с человеком? Живите отдельно, но не бросайте. Начните молитву. Если вам с ним невыносимо, значит, вам и ни с кем будет невыносим, потому что у вас сейчас такой период в личной жизни. Вы хоть с ним не сможете создать семью, хоть с кем-то другим. Это невозможно, потому что у вас тяжёлый период жизни. И он продлится ещё полгода. Понимаете? Вот ни с кем вы не создадите семью в это время. И не надо думать вообще о личной жизни в это время. Нужно думать о победе над судьбой, столкнулись с тяжёлым периодом жизни. Нужно его принять сначала. Всё принять, то, что происходит. Принять означает классная лекция, никаких шумов, всё супер просто. Спасибо всем организаторам. Это называется принять. Чтобы в сердце нет осадка никакого. Понимаете? Вам легче стало внутри? Да, гораздо легче. Это значит, что вы пошли правильным путём сейчас. Поняли? Сердце диагностировали. Правильный путь в сердце находится. Вы узнали сейчас правильный путь. Он честный, в нём нет никаких оскорблений, никого, никого не трогать. Будете вы с этим человеком жить или нет, неизвестно. Не факт, что вам обязательно надо по 100% с ним жить. У него есть свобода выбора. Или он меняет свою жизнь в лучшую сторону, живёт правильно, и тогда вы будете счастливы с этим человеком. Или он не хочет менять свою жизнь, и Бог вам даст другого. Но сначала вам надо свои проблемы решить. То есть, вы сейчас не выдержали своей судьбы. В таких случаях, тяжёлых, человеку не обязательно с раскалённым железом рядом находиться. Вот если судьба раскаляется до огня, человек должен отступить от неё. Ну, допустим, начальник бесится, не общайтесь с ним, подальше держитесь. Муж, допустим, с ума сходит, живите отдельно, ну, не бросайте. Скажешь, ну, как, сколько не бросать, 10 лет? Нет, это всё не так долго длится. Человек молится, молится, плохой период проходит, и дальше два варианта. Или вы ставите условие, муж исправляется, и можно с ним дальше жить, или он, как бы, не хочет исправляться, и Бог вам в сердце даёт облегчение, вы чувствуете облегчение, и понимаете, что он всё этот путь закончил, отношения с этим человеком закончили, сердце легко, спокойно, и вы дальше, как бы, получаете другого человека. Но вы не бросали его. Понимаете? бросал тот, кто не хочет жить правильно. Никого не бросайте, не надо. Живите честно перед Богом, и Бог вам даст свои награды в жизни, 100%. Как это произойдёт, неизвестно никому, потому что судьба всегда зависит от человека. У нас есть свобода выбора. Некоторые люди думают, что точно известно, что будет дальше. Есть точные препятствия, которые будут дальше, но что будет, неизвестно. Потому что, как мы будем эти препятствия происходить, никто не знает. У нас есть выбор. И так можно, и так. Есть разные варианты. Я тренируюсь принять свою жизнь, жизнь с собой. Супер, супер. У меня двое маленьких детей, но я уже так с их пор три года жду, когда будет вечер, почти полночь, чтобы быть собой, отдыхать. Я как бы не считаю, что днём это жизнь. Я жду, когда это всё... То есть у вас работа тяжёлая, да? Не-не, ну жизнь, я с детьми маленькими. Они капризничают, да? Ну как бы, да. То есть они ведут себя тяжело, плохо, вам тяжело с ними, да? Ну не то, что они, это там плохо ведут, я как бы не могу принять, что вообще у меня есть. Эти дети? Да. Или жена? Дети. Ну то есть они вам доставляют беспокойство, да? Да. А точнее младшие, да? Вот старшие ещё нормально, да? А младшие беспокойство, да? Да. Вот смотрите, бывает, что через детей идёт тяжёлая судьба, и человек это чувствует с самого рождения ребёнка, и он не знает, что делать, вот ему тяжело с этим ребёнком. Нужна молитва. Эта тяжёлая судьба вот с этим младшим ребёнком у вас продлится всего два с половиной года. через два с половиной года он перестанет плохо на вас действовать, и вам будет спокойно с ним. А сейчас нужна молитва, чтобы победить эту плохую судьбу. Потому что это, ну, плохая судьба указывает на то, что этому ребёнку очень тяжело сейчас. Ну то есть ваше чувство, что я не могу его принять, указывает на его сильное внутреннее психическое напряжение. И ваша молитва нужна для того, чтобы победить это его психическое напряжение. А также нужно его купать в тёплой воде каждый день по сорок минут, чтобы его расслабить. И нужно ещё рядом с деревьями на природе быть с этим ребёнком какое-то время, может быть, не каждый день. Но он сейчас очень напряжён, и вам тоже тяжело из-за этого, и вы уже не можете, вас это выматывает. Видите, судьба может выматывать человека, но он не знает, что с ней делать, и поэтому думает, я хочу убежать от этого всего. А надо на самом деле не убегать. Смотрите, судьба побеждается таким образом. Победа над судьбой находится в звуке. Звук — это что такое? Это сила, которая направляет нашу память. Вот, допустим, если я просто думаю о себе, я слушаю звук своей судьбы, но я могу, допустим, слушать тех, кто молится, допустим, и повторяю настрой побеждающей судьбу, позитивный настрой. Что в это время я делаю? Я свою память звуком направляю на святость и связываю её с молитвой и с позитивным настроем, свою память связываю. В результате постепенно я продолжаю читать молитву, и у меня, я иногда вспоминаю ребёнка и чувствую, что всё спокойнее и спокойнее начинаю о нём вспоминать. Когда я начал вспоминать о нём спокойно, это значит, что память, ну, первый круг побед над судьбой пройден, дальше второй круг, то есть отношения мои с ребёнком. Это значит, что я могу на ручки брать, уже нянчить, мне не тяжело. Да, второй будет пройден, на третий когда будет пройден, несмотря на то, что идёт плохой период, а он два с половиной года у этого ребёнка, ребёнку будет хорошо, но мне нужно все это время жить в молитве и каждый день преодолевать судьбу. Но уже будет попроще, потому что основной пласт преодолел человек, но потом уже то, что за день накопилось, он это убирает. Какой результат этого всего? Сохранение здоровья ребёнка, сохранение семьи и победа над собственной судьбой. Потому что эти отношения с ребёнком были даны по серьёзной причине. Которую не в прошлое даже и не в позапрошлое, а три жизни назад вы имели. И эта причина настолько неприятная, что мне даже не хочется вам её говорить. А что сделать с ощущением, что я хочу больше времени просто как-то спокойно сидеть, смотреть с телевизор как-то? Это означает, что вы не справляетесь с судьбой, и вам нужно пополнять силы. Вы хотите смотреть телевизор, потому что человек не знает, как пополнять силы. Вернее, в обычном состоянии сознания человек обычно не пополняет силы, а просто переключается. Ну, то есть, допустим, я мужчина пришёл с работы, и он что хочет? Он хочет телевизор посмотреть. Женщина приходит с работы, она что хочет? Поцеловать ребёночка. То есть, понимаете, человек хочет просто отдохнуть. То есть, когда женщина целует ребёночка, что происходит? Она энергию счастья берёт от ребёночка себе. И таким образом восстанавливается. Теперь, допустим, ребёночек, у ребёнка плохая судьба, и я пришла с работы. Я его пытаюсь поцеловать, он орёт. Думаю, Господи, Боже мой. Телевизор как бы смотреть, ну, как бы не женский вариант. Она звонит подружке и говорит, алло, так у тебя нормально? Меня не очень. И она говорит, моя хорошая, чё с тобой? Она говорит, меня замучили все. Да ты моя хорошая. И так они обмениваются энергией любви, она успокаивается. Она говорит, подружка есть только, слава Богу. Вот, и так она отдыхает. То есть, муж отдыхает телевизором, женщина подружкой. Вот, а надо как отдыхать? Надо заставить себя служить другим. Понимаете? Не жаловаться подружке, а наоборот, ей сказать, у тебя всё хорошо, так я пожелаю тебе счастья, а у тебя очень всё плохо. И в этот момент, когда человек так действует, он начинает сжигать плохую судьбу. Его ребёнку становится лучше, её мужу становится лучше и так далее. Понимаете? То есть, есть два способа. Один способ – отвлекаться, то есть телевизор, киношку посмотреть, карты поиграть в компьютерную игру. Или ещё хуже – выпить. Понимаете, в это время, когда человек выпил, он не отвлекается, он деградирует. Когда человек телевизор посмотрел, он отвлекается, лучше никому не становится, ему тоже. Он сил не получает, просто он думает, что в этот момент ему легче. Это просто переключение внимания. И всё. То есть, нужно научиться перешагивать через свою усталость в это время. То есть, если телу плохо, на улицу пробежался. Если плохо психически, помоги кому-нибудь, птичку какую-нибудь накорми, и там порадуйся за неё, счастья кому-то пожелай. А если плохо душевно, то есть чувствуешь, что жизнь безысходная, ничего не сделаешь со своей судьбой, тогда молитва. И если вы в активную жизненную позицию входите, а не в пассивную киношку посмотреть, тогда ребёнку станет лучше и вам станет лучше. Но если вы не можете, ну посмотрите телевизор. Но если вы идёте к ребёнку, когда не можете, вас разрушает, его разрушает. Это не выход тоже. Типа, пошёл в огонь, сгорать. Нет, не вариант. Вы поняли? Что вы будете делать сегодня вечером, сейчас домой придёт? Спать, да? Сегодня можно спать, потому что вы уже, когда человек слушает лекцию, он уже занимается духовной практикой. Вот смотрите, в чём заключается победа над судьбой сейчас. Я всем сердцем хочу вам помочь, это моё служение Богу, а вы всем сердцем слушаете, это ваше служение Богу. Когда люди служат Богу, они побеждают судьбу. Поэтому само слушание, пребывание такой лекции побеждает судьбу уже. И это можно проверить, если вы, когда выходите с лекции, думаете, Господи, как хорошо, мне легче жить, супер, что я сходил. Это называется победа над судьбой. Понятно? Спасибо. 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 Спасибо.